Всем привет! Вы снова на моем канале, а я опять в лесу, в национальном парке Мон-Сан-Брюно. И сегодня мы продолжим разговор о всяких полезных штучках. Сегодня полезные штучки, связанные с походной кухней. Емкость для воды. Зачем нам нужна емкость для воды? Не всегда лагерь, который мы разбиваем на ночь, находится прямо рядом с источником воды. Речушкой, озером, большой рекой, чем-то еще родником. Иногда это 100 метров, иногда 200 метров, иногда 2 километра. Были у нас и такие варианты. Ну и даже если рядом, я предпочитаю не ходить все время за мелкими порциями, а сходить один раз, набрать сколько мне нужно и не париться дальше по этому поводу. Поэтому вот что я нашел. Баклажка для воды, сама зона. Какие у нее плюсы, которые делают ее просто незаменимой? Первое. Широкое горлышко. Очень удобно набирать воду. Кружкой очень быстро набирается. Второе. Она держит форму. Я принес ее, поставил и она стоит. Она не падает, ее не надо никуда вешать, чтобы облокачивать. Она стоит сама по себе. Третье. Объем. 5 литров. 5 литров это ровно столько, сколько мне нужно с небольшим запасом. На вечер приготовить ужин, попить чаю, нафильтровать воды себе на ночь, утречком встать, приготовить кофе, потом сделать завтрак, еще попить чаю. 5 литров. Вот так вот мне хватает с запасом. Я потом могу немножко вылить, но зато мне не надо больше ходить за водой. Какой нюанс? При всех ее плюсах, зимой на ночь я из нее воду выливаю. С утра хожу за новой. Зачем? Если вода в ней замерзнет внутри, ее оттуда выковырять потом практически невозможно. Лед внутри, он просто застреет. Есть один способ. Если где-то есть небольшое количество воды, можно нагреть, налить туда горячей воды внутрь, и она очень быстро растапливает. Но я не знаю, как поведет себя этот пластик с воздействием горячей воды. Поэтому летние, зимние походы, вот сколько я купил, сколько ношу уже года больше двух лет. Идеально мне подходит. Просто, просто не на радусь. При этом она дешевая, легкая, практичная. В сложенном виде место не занимает. Фильтрация воды. Очень важная вещь в походе. Особенно в длительном. На один день можно с собой набрать воды. На весь день. Если ты идешь на много дней, естественно не наберешь. Воду для питья нужно фильтровать. Для готовки нет, а для питья нужно фильтровать. Что мы делали раньше? Мы брали бутылку, не такую бутылку, большую, литровую. Брали фильтр для воды, набирали бутылку с водой, накручивали фильтр на бутылку. И дальше сидели и выдавливали воду сквозь фильтр. Можете себе представить, во что превращается бутылка после, например, четырех дней похода, когда два человека непрерывно хотят пить, потому что лето и жарко. То есть эта бутылка, она потом еще и ломается, в ней остаются дырки, и тогда вообще воду в нее не наберешь. Что делать? Я нашел выход. Оказывается, решение моей проблемы существовало. Существуют специальные мешки, именно для фильтровальных систем. Сверху большой раструб, заливается вода, закрывается защелкой. Снизу у нас имеется отверстие, у нас есть резьба, куда я накручиваю фильтр. И все, моя система готова. Я могу просто выдавливать воду, и вот она фильтруется. Я могу ее, видите, здесь есть отверстие, я могу ее повесить куда-нибудь на сучок или на веревочку, и просто подставить под нее свою большую бутылку. И она мне будет набирать водой, вообще без всяких моих усилий. Вот, штука, облегчающая жизнь многократно. То есть, мне больше не нужно сидеть и по полчаса выдавливать мою бутылку, выдавливать воду через бутылку, напрягая руки, сдавливая колени. Я набрал, повесил. Если мне нужно очень быстро, я просто ее скручу и выдавливаю. Прочная, относительно легкая, очень хорошо продумана, функционально. Не надо еще. Мои родители мне рассказывали, что когда они были молодые и ездили в Грузию, в каком-то селе, в хозяйственном магазине, они увидели следующие ценники. Под большой кастрюлей, будем писать, кастрюль, под средней кастрюлька и под маленькой кастрюльчик. Итак, предмет. Мои кастрюльчики. Незаменимая вещь в походе. Собственно, вся моя походная кухня. В начале своей походной карьеры я носил всякие пластмассовые тарелки, мисочки и прочее. Но после того, как у меня появились кастрюльчики, мне не нужен никто другой. В моем комплекте две кастрюльки. Одна, видите, каждая в своем чехольчике, одна побольше, на 750 миллилитров. И внутри нее вторая поменьше, на 450 миллилитров. Изначально я их покупал, не поверите, топить снег зимой. Но потом выяснилось, что вот это заменяет мне все. Это мои чашки, это мои кружки, это мои тарелки. В этой я готовлю еду, завариваю свою лапшу или какую-нибудь кашку. В этой я пью чай, я и набираю. В них я зимой топлю воду. Здесь же внутри у меня хранится горелочка. Подробнее об этих кастрюльках и обо всех остальных деталях моей походной кухни. Смотрите, вот тут в уголочке будет всплывающая штучка. Таблетки для регидрации. Когда я ходил в однодневные походы, я всю воду носил с собой. Набирал у меня был бладер с водой. Такой мешок с трубкой выходящей. Я туда намешивал лимонного сока и было отлично. Но на дневных походах с собой всю воду не возьмешь, нужно мешать. Обычная вода в походе, особенно если жарко, она вообще в тебе не задерживается. Она входит и выходит. Но при этом с потом ты теряешь очень много электролитов, минералов. Их нужно каким-то образом восполнять. Для этого спортивная медицина изобрела различные вещества, различные порошки и таблетки для регидрации. Я пользуюсь вот такими таблетками. Они существуют с разными вкусами. То есть это какие-то ягоды, это какой-то лайм. Здесь содержатся электролиты, какие-то еще минералы, которые исполняются. И что еще большой плюс, немножко кофеинчика. То есть одна такая таблетка разбавляется в бутылку в литр воды. Получается отличный, хороший энергетический напиток, которого хватает достаточно продолжительное время. При этом им очень быстро напиваешься. И он вкусный и хорошо идет. Велосипедисты особенно знакомы с такими вещами. Они все потребляют гели или какие-то вещи для регидрации. Следующий предмет АПСАК от фирмы ЛАКСАК. Что это такое? Это пакет с зиплоком. Но у него есть одна особенность. Он запахонепроницаемый. В наших краях водится очень много животных в лесу. У нас много диких лесов и там много диких животных. Начиная от крупных медведей, волки, лисы, еноты. И заканчивая мелкими всякими бурундучками, белочками и прочей лесной сволочью. Все они хотят съесть твой обед, и твой завтрак, и твой ужин. И оставить тебя без еды. Поэтому еду на ночь особенно нужно каким-то образом изолировать. Чтобы они туда не добрались. А как они туда не доберутся? Они не должны знать, что она есть. Значит, не должен запах еды распространяться за пределами этого пакета. Значит, для этого фирма ЛАКСАК сделала вот эти вот пакеты АПСАКИ. Они бывают совершенно разных размеров. Я, например, пользуюсь вот такими вот большими. Где у меня, собственно, основная обычно еда хранится. И вот такими вот. Они не маленькие, это средненькие. Здесь у меня обычно всякая чайная сладкая. Смотрите мой ролик про, что я ем в походе. Там подробно, что в каком мешочке у меня лежит. В чем особенность этих пакетов? Во-первых, достаточно толстый пластик. И во-вторых, у них двойная защелка. Двойная, причем, видите, специфической конструкции. Значит, если его правильно закрыть, вот так пройти, хорошо, чтобы щелчок, то он полностью запахонепроницаемый. В одном из обзоров я читал, как один мужик взял сочный, свежий гамбургер, положил его в АПСАК и подсунул под нос своей спящей собаке. Собака даже не проснулась. И он радостно написал, тест пройден, значит медведи точно не доберутся. На сегодня все. В следующий раз я вам расскажу про другие полезные штучки, в основном связанные с походной одеждой. Ну, а пока без меня, ходите в походы за себя и за меня тоже. И всем пока.